Детский церебральный паралич. Этот диагноз прозвучал в семье Куромагомедовых не раз. Двое из трех детей – инвалиды. Учитывая, что ДЦП очень тяжело лечится, все, что могут сделать родители, создать максимально комфортные условия для детей. Но это оказалось сложным. Семья живет на пятом этаже многоквартирного дома, не приспособленного для проживания инвалидов. Леана Парчуева расскажет подробнее. Марзиат, 15 лет, Магомед Расулу 10. Как и все дети, они любят смотреть мультики, есть сладости и гулять на улице. Но вот с последним пока никак. С пятого этажа спускать детей сложно. У них атрофированы мышцы, в кресло не посадишь. Отец семейства, Абдурахман Куромагомедов, встал в очередь на получение участка земли, чтобы построить частный дом и вывозить детей во двор в лежачем положении. Но перед ними ещё пять тысяч семей. Честно говоря, на участок, через МФЦ, на очередь тоже. Там, вы знаете, пять тысяч, в какой-то очереди мы стоим, это когда будет? Ну, конечно, удобно было на земле, чтобы во двор как-то ребёнка детей вытаскивать. Как многодетных типа нас поставили, а насчёт инвалидности, то всё, положенные льготы такие-то нет. Не сказали, только может они есть, нам не говорят в социальных службах. Пытались собрать деньги своими силами, но все средства уходят на лекарства. Практически все препараты и процедуры приходится приобретать за свой счёт. Чтобы сделать анализ или получить лекарства по рецепту, необходимо ждать несколько месяцев. Абдурахман Курамагамедов также переживает, что марзиад исполнилось 15 лет, а на ребёнка ещё не получили паспорт. Трудности связывает с тем, что девочка не может не сидеть, чтобы сделать фото, не поставить подпись. В отделе по вопросам миграции пояснили, если гражданин по каким-либо причинам не в состоянии прийти сам, паспорт за него может получить родственник, либо доверенное лицо, предоставив справку. В данных случаях в месте лиц, признанных официально недееспособными, обращаются законные представители. Указанные лица подписывают, заполняют соответствующую форму. И при вручении паспортов мы отправляем своих сотрудников на дом вручать паспорта. В паспорте ставится прочерк в месте личной подписи, а в соответствующей графе форме номер 1 указывается фамилия, имя отчества заявителя и документы, удостоверяющие его личность. Желающие помочь семье Куромагомедовых могут связаться с ними по телефону. Номер указан внизу экрана. Леана Парчуева, Саид Кутеев. Время новостей.